Привет, мои дорогие друзья. Пытаемся мы соединится, наладить связь с сегодняшним эфиром, с замечательным человеком, с Олегом. Сейчас подождем пока вот. Надеюсь, Господь так управит, что все у нас получится. Ожидается ожидание Олег Дениси. Добрый вечер. Как меня слышно? Я слышу вас хорошо, отец Константин. Добрый вечер. У вас замечательно слышно. Не знаю, почему так. Обычно вот если Wi-Fi или мобильная там чередуется, ну, не знаю. У меня ваш эфир притормаживал почему-то. Не знаю, почему. Ну, получается, что я у вас в гостях. Ну, милости против. Миром принимаю. Ну, вот подписчики уже, я вижу, мои появились. Поэтому давайте все равно я начну эфир, поскольку мы планировали, что он будет проходить у нас. Поприветствую всех и от своего лица, от вашего. Здравствуйте, друзья. Очень рады мы вас видеть с отцом Константином. Мне кажется, эфир у нас будет интересный, потому что, ну, первый раз мы проводим эфир с представителем, как правильно сказать, представителем церкви. Да, можно и так сказать. Можно так сказать. Вот. Я человек сугубо светский, хотя крещеный. Крещеный не в детстве. Я крестился в 35. Уже в зрелом возрасте произошло это, потому что в моем окружении было достаточно много людей, которые рассказывали мне про православие. И вот это, как сказать, заразили меня этой идеей. И я крестился, и очень этому рад. Но все-таки я считаю себя невоцерковленным человеком, к сожалению. Наверное, так. Вот. Но мне, у меня много вопросов. Я думаю, что у подписчиков много вопросов. И меня, наверное, подкупило больше что-то такое созидательное, что идет через века, через православие. И мне всегда было очень интересно общаться с представителями православия, представителями церкви. И я с большим удовольствием представляю вас и делаю это сегодня вместе с вами. Прошу любить и жаловать отец Константин. Спасибо, господи, дорогой Олег. Мне очень тоже приятно вас представить. У меня небольшая аудитория, но они ждали тоже. И уже мне сегодня задавали вопросы, вернее, просили задать вам вопросы. Вот у меня тут целый список уже. Почему? Потому что, ну, как бы так сказать, чтобы не похвалиться. Я стараюсь чаще всего смотреть людей, не которые себя хвалят, а которые пытаются помогать людям, отвечая на вопросы или лично своим примером. Вот. Поэтому, когда кого-то я заявляю, там на совместный, что будет эфир, то чаще приходят, чем посмотреть только одного меня. Вот. Поэтому, я думаю, наша беседа будет сегодня очень такая хорошая, благотворная. Я приветствую вашу аудиторию, ваших подписчиков. Надеюсь, сегодня наша беседа пройдет очень так плодотворно. Будут некоторые, конечно, я думаю, вопросы очень болезненные, потому что взаимоотношения мужчины и женщины порой подразумевают очень-таки острые края. Да. Ну, что делать? Не без них. Жить, прожить, прожить, не поле перейти. Но постараемся и с духовной, церковной, скажем так, точки зрения каких-то канонов, догматов ответить. Ну, и в том числе вы, как публицист и просто умный, грамотный человек. Спасибо большое. Я тоже, в свою очередь, приветствую ваших подписчиков. Я думаю, что будет много интересных вопросов. Я предлагаю построить нашу беседу таким образом. Сначала мы просто в рамках тех тем, которые мы обычно обсуждаем в блоге, которые мы с вами обсуждали до эфира. Да. А потом, я уверен, что вопросов будет много, можно будет поотвечать на вопросы подписчиков для того, чтобы, ну, так сказать, удовлетворить всех, кто сегодня принимает участие в эфире. Да. Если можно, Олег, я буквально два слова для ваших подписчиков и вы для моих. Я, священник Константин Мальцев, служу в Краснодарском крае, это Кубани, настоятели храма новомучика и исповедников церкви русской. Также возглавляю международный большой интернет-проект «Батюшка Лав, батюшка Любовь», где десяток священников со всей России, из ближнего зарубежья отвечают уже на вопросы, ведут трансляции. Ну, и также очень стараюсь активно вести себя в соцсетях, чтобы как можно принести большую пользу людям. Это вот в двух словах о себе и, если позволите, в двух словах, Олег, вы о себе. Да, спасибо большое. Меня зовут Олег Денисенко, я публицист, в современном мире уже так вот принято называть блогер. Я пишу о взаимоотношениях мужчин и женщин с позицией мужчин. Я вообще пишу о мужчинах, о том, как они видят этот мир, как они видят отношения, как они видят женщину. Так получилось, что несколько лет назад я абсолютно случайно начал об этом писать, мне стали задавать вопросы, я стал в эту тему все больше и больше погружаться. На сегодняшний день я очень много посвящаю времени и образованию этой теме, тематике. Ушел и в психологию, и на стыке психологии, физиологии, биохимии, потому что наши процессы психологические все равно в основе них лежат немножко другие процессы. Сам по образованию я педагог, как раз у меня были две работы дипломные на стыке психологии и физиологии. Да, я писал про мотивацию человека, но вот на сегодняшний день я немножко копнул поглубже и сейчас пишу о взаимоотношениях, но немножко глубоко. Почему люди так себя, почему мужчины себя так видят, как сделать так, что нужно сделать, чтобы мужчина все-таки отвечал запросам женщины, адекватным запросам женщины. Потому что, ну и у мужчин тоже есть много проблем, личностных, детских проблем, и не все женщины это понимают. Они многие хотят, чтобы мужчина был вот как из сказки, да, и жнец, и швец, и на дуде, и грец, и вот был воплощением той мечты, которую они сформировали в детстве. А так и всегда получается, но очень часто получается. На самом деле вот об этом пишу я, а в основном про мужчин, но там и мужчина, там и женщина, там и взаимоотношения, и, конечно же, проблемы взаимоотношений. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Я думаю, кто не знал, тот теперь и себе возьмет на заметку. Мои друзья, сразу вас прошу, подпишитесь и не пожалеете. Я сам периодически, а порой и часто, не периодически смотрю Олега, и об этом не жалею, поэтому рекомендую. Вот, ну что, давайте начнем общаться. Да, давайте. Я, знаете, какой вопрос первый хотел задать вам? Вот у меня позиция, ну, я очень много изучал, я приверженец классической психологии, которой, ну, вот, наверное, столетия она изучает человека, и современные методы сейчас позволяют копнуть глубже в нейрофизиологию, которая отражает вот эти психологические процессы. И я стою, знаете, на пути, все-таки, что жизнь человека, она должна быть гармоничной для него в первую очередь. И насколько вот гармоничность станет человека, оно созвучно с церковью, с верой, с православием. Или все-таки не всегда в православии жизнь земная должна проходить в гармонии с собой, с комфортом. Все-таки, поскольку мы все стремимся к Царству Небесному, да, вот на земле, насколько созвучна идея прожить, жить в комфорте с собой, с этим миром. Как вы считаете? Потому что меня этот вопрос очень беспокоит. Вот у меня такая концепция, я через... Ну, когда человеку плохо, когда он живет в стрессе, когда он живет не в гармонии с собой, он себя разрушает, да, это приводит к определенным болезням. Есть данные, что и даже онкологические болезни, они тоже происходят от постоянного стресса. То есть комфортный человек, он получается первичен. Насколько это созвучно с церковью, с православием? Ну, однозначно, это очень созвучно, только по одной лишь причине. Как минимум, если взять молитву, что такое молитва, да, это наше уединенное, а порой общее, в зависимости от той необходимости, в чем мы пребываем, общением там, с Богом, Богородом, с святыми. И вот эта молитва, она как успокоитель, успокоитель для души, потому что ты немножко успокаиваешься, хотя молитва была, может быть, и горячей, да, а не кроткой, к примеру. Но чаще всего мы молимся о чем? Помоги, подкрепи, дай. А вот дай и помоги начинается от смирения того, осознания того, что ты сам не можешь. Если бы ты сам мог, ты бы не просил. Но когда ты просишь, ты начинаешь успокаиваться и понимать, что ты не всесильный, и тебе нужна помощь. Ведь сам Господь говорит, что я пришел не к праведникам, а грешникам на покаяние. Я не пришел к здоровым, я пришел к больным, как к врачу. Ну, чуть-чуть дополняя, да, потому что здоровым не нужен врач. И поэтому и мы, если хотим спокойствия души, мы начинаем молиться. Если мы где-то в терзании своей веры, а правда ли, что он есть, или там с религией что-то связано. Но здесь тоже надо посмотреть, а во что ты веруешь. Нужно и в себя веровать, как идола. Но не факт, что ты от этого будешь счастлив, не факт, что ты от этого будешь в спокойствие находиться. Давайте сегодняшний критерий возьмем. Многие люди считают, что счастье в деньгах, да? Это критерий такого благополучия, уверенности, самоуверенности. Но в то же самое время, когда мы смотрим на некоторых людей, которые имеют большое количество денег, вернее, они что, спокойствие? Не всегда. Они с кучей охраны. Что это, спокойствие? Нет, это страх. Они за детей своих переживают. Они не знают, кто у них, с какой стороны придет и рейдерский заберет. Ну и где счастье в деньгах? Поэтому в деньгах мы не можем. Ведь даже Господь на это сказал. Если мы вспомним о безумном богаче, притчу Господь говорит, да? Вот богачь собирал, много денег, и там сизитал, и вот он подходит к зернохранилищу, современным языком выражаясь, да? И говорит, вот этого уже мало, сейчас я его разрушу, другой построю, выражай-то соберу, и вот тогда душа пи и веселись. На что Господь говорит, безумец, ночью сегодня я приду, заберу душу твою. Ты что с собой заберешь? Поэтому не собирайте больше в земное, собирайте больше в небесное. И когда мы начинаем собирать больше в небесное, я думаю, со мной согласитесь, я как в том числе психолог, или как педагог, да, детям, когда мы даем, как педагоги, да, мы видим их отдачу, мы еще больше становимся счастливыми и спокойными. То есть плоды свои мы видим по-большому еще, зачем все эти дела? Вот зачем вы здесь в Инстаграме или в других соцсетях и я этим занимаемся? Что нам заняться нечем? Что мы там своим семьям, своим близким, обделяя их определенным временем, не можем им уделить внимания? Можем. Зачем мы здесь этим занимаемся? Да за тем, что есть те люди, которые вообще не имеют никакого внимания, которые порой даже в одиночестве находятся. Поэтому и православие дает возможность человеку почувствовать себя частью, частью с Богом, частью с Церковью, частью спокойствия своей души. Ну, я думаю, что мы как раз в продолжении вашего ответа, или все-таки ответа, скажем так, мы занимаемся... Ну, почему? Потому что мы получаем от этого удовольствие. А то, что наша деятельность приносит пользу людям, наверное, это как раз и есть. Ну, наверное, какой-то божий промысел, что нам дана возможность доносить до людей что-то, что делает их жизнь лучше, и делает лучше их жизнь, и дает удовольствие нам. Потому что я получаю удовольствие от того, чем я занимаюсь. Я считаю, это большое благо. Не все люди имеют возможность получать удовольствие от того дела, которое они делают. Вот я на этом... Может быть, может быть, может быть. Я немножко на это по-другому смотрю. Поскольку время всегда катастрофически не хватает, и вы, в принципе, можете в этом частично убедиться, посмотрев ленту моих каких-то жизненных таких событий, вот, я на это по-другому смотрю. И я на это смотрю, как на определенное тоже служение Богу. Почему? Потому что в чем суть служения Богу заключается? Когда ты не для себя трудишься, а для людей. Служение Богу заключается в жертвенном служении людям. Я в церковь не пришел работать. Я в церковь пришел служить. Служить как минимум своим личным примером. Да, я не идеал, идеал только Господь. Я могу оступиться, я могу в чем-то согрешить. Потому что нет человека без греха. Но я также понимаю, что если я не буду стараться делать лучше, то другой скажет, а если вы так не живете, что тогда мне говорить? Поэтому приходится порою от каких-то вещей отказываться. Ну, как пример, да? Вроде бы банально, почему бы и нет, а с другой стороны, я и мило себе не могу позволить. Но я лично за себя отвечаю. Это не похвалу, это как пример. Вот приглашают меня к кому-нибудь на день рождения или на свадьбу. Я, допустим, прихожу, один максимум, чаще всего пол багалочка вина наливаю и весь вечер вот пригубляю. Мне говорят, вы что, больной? Ну, одни спрашивают. Я говорю, больной. А другие говорят, а почему вы не пьете? Я говорю, а зачем? Упиваться и собираюсь, чтобы поддержать вас в радости вашей, мне этого достаточно, пофужерщика. То есть, а если бы я весь день себе, весь вечер там наливал, да? Вот, пачка алкоголика. Ну, и зачем я должен в своем лице подставлять братьев или себя? Матюшка, а вопрос. Вы правильно говорите, но это ваше внутреннее решение. Я не хочу так делать, потому что я не хочу так делать. Ну, по каким-то внутренним историям. Потому что если человек, например, хочет этого делать, но этого не делает, то он угоняет себя в то самое состояние некомфорта. Но вы же, это же ваше решение. Вы говорите, я не хочу. И внутренний, наоборот, мне от этого хорошо даже. Потому что я сам не пьющий человек. И когда также в компании мне говорят, а почему нет, я говорю, да я не хочу. Когда хочу, я могу выпить. Когда не хочу, я не выпью, потому что я не хочу. Я вот как раз об этом и говорю. Для того, чтобы быть в комфорте собой, надо делать то, что ты хочешь. Вот ты хочешь выпивай, не хочешь не выпивай. И к этому нужно прийти через именно свои желания. И то, что мы делаем всегда, должно быть именно от нашего желания. Мы должны этого хотеть. И вот говоря о семье, например, многие, вы читаете блог иногда, как вы сказали, и много действительно вопросов о том, что мужчина не хочет. Он не делает вот этого, он не делает вот этого. Я задаю конкретный вопрос женщине, а что вы делаете рядом с этим мужчиной, если этот мужчина, он никак не реагирует на ваши просьбы, не реагирует на адекватное поведение с точки зрения женщины и мужчины в отношениях в семье. Это же нормально, когда женщина что-то просит для семьи, вплоть до того, что сегодня там была тема по обеспечению семьи, обеспечению ребенка. Это нормально. А он говорит, я не хочу, делай это так. И вообще вот вопрос, на мой взгляд, публициста, на сегодняшний день семья претерпевает изменения, что людям становится проще жить даже в разных местах и быть в отношениях, в семье на расстоянии, встречаться иногда и так далее. Что вы думаете по этому поводу? Насколько это правильно? Как вы считаете, насколько ждет ли кризис семьи в будущем еще больше? Потому что мое мнение, что да, люди ориентируетесь на свое вот это внутреннее понимание, они в будущем, мне кажется, семья видоизменится. Насколько это хорошо или плохо? Как вы считаете? Ну, конечно, это налицо, что сегодня общество, я не конкретизирую сегодня Россию, а вообще совокупную мировую семью, как и человеческая, но, к сожалению, чем больше технический прогресс идет вперед, тем больше человек деградирует. К сожалению, это факт. Он деградирует, меньше читает. Ему проще там, окей, и там все ответы тебе даются, да? Даже не надо читать, он тебе их проговорит, этот гугл. Вот. Если мы берем человеческий фактор взаимоотношений мужчины и женщины, сегодня, вот, знаете, тут с одной стороны можно с вами согласиться, а с другой стороны, вы говорите, ты должен делать то, что как бы ты хочешь, с одной стороны, да, по своему желанию. Но не всегда это можно делать. Вот у нас, возьмите однополые отношения, узаконен, там, Франция, там, Европа, к примеру, да? Они делали, что хотят. Они требовали прав, чтобы это было узаконено. Пожалуйста, вот, они получили. Если мы возьмем со стороны священного Писания, со стороны Церкви, это аномалия. Узаконить грех, узаконить грех, это недопустимо. Согласен. Спокойно на него реагировать в кавычках толерантно я не собираюсь, потому что я сторонник нормальных отношений, мужчины и женщины, крепкой семьи, доброго плода, Божьего, в лице ребенка, как чья дорогия. Вы знаете, вот на днях буквально, простите, я чуть-чуть доскажу, я не знаю, я не знаю, буквально на днях вам задавали вопрос о свободных плотских отношениях, когда ему не хватает. Буквально, не так давно вы отвечали. Ну, и правильно вы совершенно ответили, я, если не ошибаюсь, даже прокомментировал, что в лице я с вами согласен, вы сказали, ну, что значит, ему не хватает. Сейчас, допустим, у вас женские дни, а ему надо, и он пошел, там, допустим, вы в положении, или вы только родили, ему надо, а вот, он тоже должен идти. Давайте, вы скажете, ты знаешь, вот ты болеешь, пока ты болеешь, не можешь, то мне тоже надо, я к Василию пойду. И тогда у нас происходит деградация, у нас просто семья рушится. И вот все на основании того, что никак у нас сегодня в чем проблема? У нас страшный эгоизм. Мы не думаем о ком-то, мы думаем о себе, как мне лучше. Для чего Господь по сути на землю пришел, чтобы показать, знаете, вот если так воскликнуть, люди, я для того пришел, чтобы показать, что вы можете остаться людьми. Я вам поговорю, что чти отца и матерь твою, не будьте хамыми, уважительно к ним относитесь, возьмем там плотские отношения. Есть Ветхозавет, запад не любосотворит, не изменяй, и она может раскрываться в разных интерпретациях, как с собой какой-то блуд и другие раскрываться. А Господь говорит в Новом Завете больше. Он говорит, если ты посмотрел на женщину с вожделением, ты уже согрешил с ней в сердце своем. То есть ты не сделал еще ничего, ты подумал, ты посмотрел на нее. Ты уже согрешил с ней в сердце своем. То есть о вот этих отношениях мужчина и женщина Господь вообще очень тонко и аккуратно говорит. И относительно апостола, там дальше уже апостол Павел говорит. Ну, мы, может быть, коснемся, потому что все равно спрашивали меня, и как вы, допустим, отнесетесь к некоторым вопросам, которые там писали заранее. Поэтому общество, к сожалению, возвращаясь к вашему вопросу, деградирует, и семья претерпевает изменения. Когда в семье родитель один, родитель два, это уже катастрофа. Когда папа и мама все больше и больше утрачивают вообще просто наименование, что нельзя называть папу папой, мама мамой, там, ювелинальный, это уже юстиция. Это катастрофа на самом деле. И что мы ждем от этого, от такого развития? Когда меня спрашивают, батюшка, ну, вот, мы знаем вам предложение за границей делают, почему вы не уезжаете? Ведь там будете больше иметь финансово, будете так же востребованы. Почему? Я говорю, поймите, мои родные, у меня деньги не лишние, у меня есть детки, у меня есть какие-то элементарные потребности, там, машину заправить, да, там, ну, какие-то элементарные вещи, кушать, там, но, понимаете, я не хочу ехать туда, где есть больше денег, но меньше совести. Я тут останусь в богатстве здравомыслия, чем в богатстве кармана. Тем более я не последний кусок хлеба доедаю, в чем крайне необходимости. Не вижу необходимости. Поэтому лучше я останусь в той стране, где не все идеально, я согласен, много что мне тоже не нравится, но, по крайней мере, здесь еще не узаконено однополых отношений, детей в таких семь не отдают, и много-много можно дальше перечислять. Есть и плюсы, и минусы, но, по крайней мере, институт церкви еще есть возможность как-то созидать. Он, конечно, капитально его, скажем так, воскреснет, если, к сожалению, если мы берем историю, придет какая-то беда. Вот русский народ, пока его не трухануть, он, к сожалению, не опомнится. Но это русский народ, к сожалению, он по-другому не умеет, не понимает. Знаете, я вот вспоминаю исторический такой момент, читал, когда хан Баты посылает на матушку Русь пограбить, и вот они приходят с обозами, и говорят, ну что они там? Он говорит, плачут. Говорит, еще раз ходите. Сходили, возвращаются, опять столько же обозов привозят. Ну что они? Плачут. Еще раз ходите, привозят, ну полобоза там, условно выражаясь. Ну что они там? Веселятся, пьянствуют. Все, больше не ходить, у них брать нечего. Поэтому русский народ, он будет до тех пор самоуверен, и все у него будет плохо, пока у него будет все хорошо. Поэтому у нас, я не могу сказать, что катастрофа, да, я не хочу тут политику поднимать, но однозначно, что если мы берем ставоку всего мира, семья деградирует, причем капитально, и церковь остается единственным институтом и столпом, который хоть как-то может это пока удержать. А если церковь рухнет, а на что тогда вообще опираться? Ну, я... Ну, я... Прошу прощения, что за тебя. Да, 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 нет, вы очень правильно говорите, очень интересно, мне прям очень интересно слушать. Я себе сделал пару пометок. Первое, вот к вопросу, да, моего ответа на вот эти полноплодские желания, когда мужчина говорит женщине, что извини, я вот пока еще, мы там, не муж, а жена, я могу. Но ведь это его выбор, и когда мы говорим о верности в отношениях, это выбор каждого. То есть, по большому счету, первое, семья — это некий договор между двумя людьми, и они могут договориться о том, как они в этой семье существуют. Если они договариваются о том, что этого быть не должно, он на себя принимает выбор, да, решение какое-то. Я, безусловно, может быть желание, да, всякое бывает. Посмотрел, давно не был близок со своей женщиной, но это его выбор, да, в данном случае это его выбор, и он не хочет нарушать слово, не идет туда, куда не нужно идти в рамках договоренностей, в рамках обязательств, которые он на себя принял, это его решение. В этом смысле, он, когда я говорю о том, что человек делает то, что он хочет, он хочет этого не делать, потому что это мой выбор, я свой выбор уважаю, я не хочу, да, перешагивать через свое слово, и поэтому я остаюсь там верен и могу потерпеть в этом смысле, да, и принимаю эту ситуацию. Я вот это вижу так. Более того, я вообще считаю, что в отношении надо вступать, когда ты готов к этому, когда ты осознанно осознанен в этом, да, есть много, я говорил о том, что у мужчин же тоже много проблем, много страхов, какая-то неуверенность в себе и так далее, это очень сильно влияет на отношения, и не все готовы там в 20, 25, в 30 идти, не все созрели, я это четко говорю, потому что я пришел к этому очень поздно, я на пути к этому, я иду к этому, я знаю, что я этого хочу, я готов взять на себя обязательства, но я к этому поздно пришел, через осознание, через образование, через работу с собой, я к этому пришел, я очень этому рад, но многие же так не делают, и в связи с этим, как раз к вопросу о том, почему от девушки, от женщины пришел этот вопрос, ее мужчина просто, он не осознан, не образован может быть, он не знает себя, он не может принять решение, вот, и так вот к тому ответу, а к вопросу однополой любви, вы правильно говорите, с одной стороны, а с другой стороны, но если есть внутренняя тяга, не к женщине, а к мужчине, каждый человек, это внутренние настройки, если я хочу быть женщиной, я иду к ней, это внутренняя потребность, а у него такой потребности нет, по каким-то причинам, есть мнение, опять-таки, что даже жесткая мать, может сбить, вот эти, условно назовем, настройки в человеке, в мужчине, в мальчике, чтобы у него была потом боясь женщин, чтобы вот почему-то у него было внутреннее влечение мужчины, и что с этим делать, да, никому пока не удавалось перенастроить мужчину с однополой любви, опять на влечении к женщинам, вы помните, наверняка, знаете, или помните, в Советский Союз было даже уголовное преследование за это, но все равно пытались как-то лечить, но все равно не получалось что-то сделать, и тут, мне кажется, на этот вопрос нужно смотреть глубже, да, для нас, для гетеросексуалов, для традиционных людей это кажется странным, но если у него нет внутреннего влечения к женщине, что с этим делать, для меня это вопрос открытый, я не знаю, честно скажу. Ну, давайте так, посмотрим с двух сторон, со стороны Священного Писания и все-таки такого более лояльного отношения на этот вопрос. Если со стороны Священного Писания, то все очень четко. Господь за этот грех однополых отношений, он называется Содомия, по названию тех городов, Содома и Гоморра, которых Господь уничтожил. И на этом месте сегодня бертвое море, где нет ничего живого. То есть, относительно Священного Писания, Господь четко показал свое отношение к этому греху. Он сотворил женщину и мужчину и сказал им, владитесь и множитесь и обладайте землею. то есть, здесь четко Господь показал, как должно быть. Все остальное это уже определенная деградация. В чем? В генетике, в наследственности, в духовной поврежденности, да, допустим, психологических каких-то, как вы перечислили, там, мама воспитывала аномально, да, вот, то есть, это уже отклонение от нормы. но, опять-таки, мы же не можем сказать, что в Содоме и Говоре в двух таких того времени мегаполисах все были такие. Ну, не может быть так. Предположить, если, почему стало так, потому что этот грех стал как плесень, и никак не стал, а всех заразил как плесень. Просто разрос, никто бы не пресекал, и даже не призывал. Когда уже, когда вот Троица шла в Содом и Говору, чтобы уничтожить, да, этот город, но сначала, чтобы Авраама, брат Лот, ушел со своей семьей, что мы слышим, да, куда выйдет Содом и Говора, а зачем уничтожить, а если там будет там 10 праведников, сохраните, сохраним, а если 5, сохраните, сохраним, 3, сохраните, сохраним, но там и трех не было, кроме Лота и его семьи, и то супруга, который сказал, не оборачивайся, и та обернулась, потому что не могла отказаться от того, что она накопила, понимаете, даже праведная семья не вся цело удержалась, допустим, мы берем жену, Лота, поэтому здесь наша задача не соглашаться, потому что с нашего молчаливого согласия происходят все преступления, эти однополые отношения, убийства и разбои, потому что мы промолчали, побоялись, постеснялись, а стыд должен быть за грех, а не за истину, за правду, поэтому как относиться к этим людям? Конечно же, если мы берем уже новый завет, потому что ветхий завет мы все там сезапы, не делай этого, не прелюбосотри, ой, прошу прощения, Павел задел, не укради и тому подобное, нельзя, 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 то в ветхом завете Господь, он пришел уже привнести любовь, самая главная любовь его, что он пошел на крестное страждание ради каждого человека, то есть своим личным примером показал. И вот здесь как мы все-таки с точки зрения уже нового завета к ним относимся, мы относимся к ним как к болящим людям, потому что больного человека не добивают, его не усыпляют, но и в то же самое время ему не говорят, что ты больной, это нормально, это ненормально, но мы искренне молимся, чтобы Господь как минимум разумил его, если не усмирил, хотя бы чуть-чуть утихомили в его плоть, состраданием относимся к нему, но ни в коем случае как к норме, не как к норме, это ненормально, но как болящим людям нужно, вот давайте хотя бы возьмем, когда Господь сотворил Адаму и Еву, ведь они голые были, но для них же не было аномалий какой-то, но голые, голые, но когда они поняли, что не голые, после того, как согрешили, согрешили, вкусив плод познания, одрево познания добра и зла, то есть до этого момента они голые, голые, так и здесь, как только мы не вкусим как норма это, что со мной рядом там гусосолист, он целуется с другим там своим женихом в кавычках, да, для меня это не норма, ребята, вы идите в свой дом, закройтесь там, и что между двоими происходит, это ваше дело, но здесь этого делать не надо, для вас это норма, а для меня это не норма, вы хотите спровоцировать меня или другого человека, что вам дали по шее, зачем, ваша свобода, она не должна повреждать ничьей души, возьмите, допустим, давайте критично скажем, были такие проступки некоторых священников, которые там пьяный за рулем, да, встречали, это ненормально, лишить его прав, запрещали его на определенное время, там, даже в служение, как наказание, слава богу, допустим, никого там не сбил, ну, как я конкретно про себе в голове случай прорабатываю, но его наказали за это, потому что это не норма, это не, допустим, а священник ты, не священник, это не норма, поэтому, пожалуйста, возьмись за голову и исправься, покайся, значит, так же и с этими ребятами, пожалуйста, ребята, если вы не можете справляться со своим грехом, вразуми вас, Господи, идите домой, чтобы этого греха никто не видел, вот так, как-то так, Да, как-то так. Ну что ж, давайте, очень, спасибо, очень, я созвучен, мое мнение созвучено с вашим, потому что, действительно, вопрос в том, что ваше личное дело, что вы делаете, если у вас есть опытная расположенность именно такая, но выносить это на, на, наверное, на вот такое, на общество, на публичность, на публичность, наверное, не стоит, да, давайте вернемся больше к традиционным отношениям, к мужчине, к женщине, и мы сейчас говорим о том, что, вот, мое мнение, что роли в семье, роли в отношениях между мужчиной и женщиной, они есть, да, несмотря на то, что женщины стали более самостоятельными, все равно, роль и ответственность есть мужская, роль и ответственность есть женская. Как вы на это смотрите? Есть и какая роль мужчины, какая роль женщины в отношениях, в семье, скажем так. Вот, мое мнение, да, пока, да, возможность подумать, я-то об этом пишу уже давно, что в любом случае мужчина это лидер, мужчина это защитник, да, и мужчина это добычек в тех возможностях, которые у него есть, но очень часто женщины хотели бы больше войны, готовы принимать мужчин такие, какие они есть, к сожалению. Поэтому очень много проблем, да, есть такое, средства массовой информации диктуют нам, что дают нам информацию об уровне жизни, и многие к этому стремятся, к сожалению, многие мужчины не устраивают женщин, именно потому, что они не имеют возможность зарабатывать столько, сколько им нужно, хотя мужчина в своей массе, он, да, добывает, зарабатывает, но не столько, сколько хотелось бы женщине, хотя роль свою несет. А женская роль это все-таки это созидание, это дом, это эмоциональность в отношениях, это психология в отношениях, потому что это ближе к женщине, чем к мужчине, но ей, а в то же самое время, никто не запрещает заниматься, реализовывать себя, как-то заниматься каким-то делом, то же самое работа и так далее. Вот у меня такое мнение, и я со многими разговаривал, по-разному бывает в отношениях, но все, в принципе, с этим соглашаются. А какое ваше мнение? Как вы на это смотрите? Ну, такой семьей, такой уже, скажем так, семьей и с теми обязанностей, которые были раньше, наверное, семья уже не станет, опять-таки, и благодаря техническому прогрессу, и благодаря, скажем так, к уже определенному эмоциональному и духовному изменению. Допустим, все равно у женщины есть желание быть женщиной, матерью, но зачастую она хочет быть в большей степени самостоятельной. С одной стороны, это неплохо, с другой стороны, часто опираясь на исповеди, естественно, не разглашая их, я не имею права, это делать ни в коем случае. Зачастую сами же и женщины на исповеди говорят, что вся проблема в нашей семье из-за того, что я хочу, как я хочу. Все-таки более и церковь, и церковь, и сам Господь призывают женщину быть более покорной. Почему? Потому что есть такая заповедь, а Господь сказал, да, боится жена мужа, а муж ее возлюбится как самого себя. О чем речь? Потому что иногда неправильно трактует. в чем он боится? Не как боксер с блоком бегает из-за главу, в угол, не из-за того, что он ее там запрессовывает по пьяни, она должна это терпеть, нет, ни в коем случае. Кстати, сразу, если позволите, я отвечу на этот вопрос, потому что мне его часа задают, я думаю, вашим подписчикам тоже будет интересно, можно ли разводиться с мужем, если вы венчаны, а он тебя бьет и пьет, ну, венфянствует и бьет. Есть такая концепция русской православной церкви, которая принята была в 2000 году, что это одна из причин, когда женщина может подать на развод, потому что ей зачастую грозит опасность для жизни, а может быть даже и для ребенка, то есть она может без укорения совести подать как на гражданский, так и на церковный развод. Сегодня нету, как такое понятие церковный развод, сегодня есть такое понятие брак, утративший каноническую силу. Вот, поэтому сразу вот отвечаю на этот вопрос, что это возможно и вам никто ничего не скажет, потому что он не кается, не хочет, не лечиться, не хочет в своем грехе, там, вина пить, а, да, вот, а вы не груша для битья. Вот, а в чем же убоится жена мужа? очень интересный момент, да, мы говорим, как должно быть в первую очередь, мы равняемся на лучшее, а не на худшее, а доводится жена мужа потерять его любовь, любящая Господа, вот, вот, а в чем же тогда муж ее возлюбит как самого себя? Ну, кого мы больше всех любим? Давайте критично скажем, себя. Зачастую все для нас, вернее, для меня и ради меня, но если она так жертвенно служит мне, старается во всем годить, кушать, готовит, за детьми не ухаживает и много-много другое, сегодня женщина это кибер какой-то, она должна работать, она должна воспитывать детей, она должна стирать, это просто кибермашина какая-то, а потом муж еще приходит с работы, ему еще нужно что-нибудь и ночью, да она упаханная, что она может вообще, что ты от нее требуешь, ты хотя бы сделай там какие-то условия, чтобы она передохнула, чтобы что-то от нее требовать вообще, а потом начинаются там разбили претензии, вот возлюбить ее как самого себя, как минимум создать ее условия, чтобы она отдохнула, чтобы она почувствовала, что ты о ней заботишься, а не только требуешь, вот тогда получается единомыслие, и женщина, ведь она более эмоциональная, она более отдачей, но если он за мной ухаживает, если он меня бережет, ну как я ему должна ответить, она такое тебе кувшение наделает, она так тебе, простите за право слово, ночью ублажит, что ты на седьмом небе будешь, но ты же приложи усилия, хоть минимальное, чтобы она почувствовала себя женщиной, а не как в рекламе посудомойкой. да, это очень правильно, к сожалению, мы сейчас больше тянем на себя в отношениях и мужчины, и женщины, не сначала хотим, чтобы нам что-то дали, потом готовы только отдавать, конечно, на это надо смотреть немножко по-другому, на мой взгляд, на это нужно смотреть, я хочу, я отдаю, если мне не хватает чего-то, я об этом начинаю говорить, но прежде всего я хочу сам отдавать, мужчина, когда знакомится с женщиной, он хочет отдавать просто потому, что хочет, он не ждёт от этой женщины ничего, он делает это потому, что ему хочется. На самом деле проблема взаимоотношений это в первую очередь проблема недоговорённости, мы не можем договориться, мы не можем сказать друг другу о том, что мы хотим попросить, это тоже очень часто лежит в основе того, что люди недопонимают друг друга, мы не можем объяснить друг другу, и кстати, мужчины в меньшей степени готовы образовываться в плане отношений. На мой взгляд, тут, конечно, задача женщины – донести на него вот эту мысль, вот эти свои потребности, а подсказать, рассказать, попросить его. И любящий мужчина, мужчина, имеющий чувства, он, конечно, отреагирует. А если у него чувства нет, либо он, скажем так, в своих личностных проблемах настолько погряз, что не имеет возможности этого сделать, даже несмотря на то, что чувства есть, ну, здесь уже вопрос, что с этим делать. Мне кажется, так. Как-то так. Да, как-то так. Друзья мои, у нас эфир идет, и я предлагаю задавать вопросы. Вы много здесь что писали, и я, может быть, не буду отматывать назад, а вы зададите их заново, потому что очень редкий случай задать вопрос в прямом эфире священнику. Вот, это правда редкий случай, поэтому я прошу вас пользоваться этой возможностью. пользоваться этой возможностью. Сейчас я... Тут были какие-то интересные вопросы. Их было много уже. Да, да, я видел, некоторые... Да, сейчас пишут, что правильные слова говорит отец Константин, и все показывают смайликами, что очень все верно. Вопросы уже как-то далеко. про венчание. Ну, тут много вопросов именно про то, как... Про то, как... Ну, связанность с церковью, с венчаниями и так далее. Ну, будем надеяться, что сейчас их будут повторять. Как вы относитесь к браку разных религий, например, русской мусульманин? Ну, тут, в принципе, такой брак дозволяется. Православная... Опять-таки, православная церковь. Но есть одна ремарка, одно условие. Церковь может разрешить такой брак при условии, что дети будут крещены в православной церкви и будут все-таки воспитываться в православной церкви. Но на практике мы, к сожалению, видим другое. Я не знаю, кто, как вы, может, сталкиваясь, а я уже неоднократно сталкивался с тем, что рано или поздно происходит религиозный конфликт на этой почве, что он, допустим, мусульманин, она православная, и он начинает ее, как бы так помягче сказать, запрессовывать, мягко выражаясь, чтобы она стала тоже мусульман, потому что она должна быть покорной и тому подобное. И тут происходят два момента. Или она хочет остаться православной, и она уже идет, встает на дыбы и оставит меня покой, чтобы сохранить семью. Или же второй вариант, она ломается и делает, как муж говорит. Все. Других вариантов за редким исключением бывают. Да, вы правы. Я тоже думаю, что в этом плане мужчина имеет, наверное, главенствующую роль в таких отношениях, тем более он мусульманин. Да, в этом смысле это, наверное, доминирующее такое мнение в отношениях. Хорошо. А вот здесь, знаете, такой вопрос. Я даже, наверное, я могу на него ответить, но спрашивают у вас, можно ли исповедоваться у отца, у папы священника? Странно. У меня дети исповедуются, но я думаю, что придет тот момент, что все-таки они будут уже не у меня исповедоваться. Это даже, наверное, будет правильно. Нужно вообще правильно говорить, что кому они каются. На исповедь они приходят к Богу, а не к священнику. Священник – помощник в их покаянии. А относительно, если это на дети, пока еще они юные, ну что они там в основу не слушались папу, маму, ну так и я знаю, что они меня не слушали порой. А уже далее какие-то начинаются такие половые созревания и тому подобное, что она, допустим, дочь или даже сын не сможет мне так раскрыться. Просто постесняется, чтобы папу не смутить. Хотя я всегда своим детям говорю, дети, вот сейчас, пожалуйста, вы забудьте, что я папа. Все, в чем-то вы покаетесь, я вас не укорю никогда. Я не буду вас обвинять в этом. Я сейчас священник. Запомните это раз навсегда. Я буду отвечать пред Богом. Если я в чем-то вас укорил, значит, я был отцом, а не священником. Поэтому у нас пока четко в этом. Но вообще, если они потом со временем у них будет духовник, которым они будут там открываться, я буду только рад, если они найдут для себя такого духовного отца, которым они все будут открывать, свои и физические, и душевные немощи, чтобы тот им был помощником. Спасибо. А вот такой вот вопрос. Если молодой человек не уважает моих родителей, я его прошу относиться с уважением, а он говорит, нет, я свободный человек, что хочу, то и делаю. А я люблю родителей, люблю его, хоть он не прав, что делать. Вы знаете, вот если я, вот мое мнение такое, что вы выбираете себе мужчину, да, и вам с ним жить. То есть вы можете общаться со своими родителями так, как вы считаете нужным. Ваш мужчина, конечно, не совсем правильно, что он общается так, но я знаю много, много случаев, когда действительно как-то нет отношений у мужчины с родителями девушки, женщины, жены. Ну, наверное, тогда не стоит общаться просто им. Зачем формировать негатив и для вас, потому что он формируется для вас, да, просто общайтесь минимально. Пускай они общаются минимально, и все, его отношения сохраняете вы с своими родителями, а он пусть в меньшей степени общается. А как вы думаете, отец Константин? Я думаю, невольник, небогомольник. Если ему не хочется общаться, не надо его заставлять, потому что он будет от противного идти. Это раз. Второй момент, он женится на вас, а не на ваших родителей. Ему жить с вами, а не с вашими родителями. Ну, и третий момент, опять-таки, он полюбил вас, если вы будете мудрой женой, полюбит ваших родителей. То есть, это созидательный такой момент. Да, спасибо. Вот очень непростой вопрос, на мой взгляд. Никогда, вот я в таких случаях не могу даже дать совета какого-то или рекомендации. Двое детей, беременна третьим, не замужем, встречаемся, 1,4, видимо, года, абор делать не хочу, он ребенка не хочет. Жилье, жилья своего нет, что делать? Мое мнение такое, что если мужчина не хочет ребенка, конечно, никто не заставит его хотеть, даже если вы его родите, он нельзя ждать от мужчины, что он будет что-то делать по-другому, потому что он вам честно сказал свои отношения. Но, поскольку вы уже беременны, это ваш шаг был, это ваша ответственность, конечно, рожать нужно, и нужно воспитывать ребенка. Вот мое мнение такое, как бы это сложно не было, искать возможности. Да. Церковь дозволяет аборт только в исключительном случае, когда в жизни матери грезит угроза, смертельная угроза. У остальных это грех, где-то убийство, и, в принципе, никто этого не отменял, но сегодня в такой, в знак любви церкви женщины все-таки допускают до причастия, а раньше на 5-10 и более отлучали от причастия, то есть они не могли причащаться. Но понимая, что все-таки человек нуждается в покаянии, в причастии, то как бы допускают. Ну, вот у нас, я так смотрю, где-то минут 5-6 остается до конца эфира, так по времени. Два вопроса. Первый вопрос, будем ли перезапускаться, а еще делать? Я думаю, что давайте ненадолго перезапустимся и поотвечем на вопросы, которые... Да, просто чтобы потом подойдет отчет, и что делать, чтобы заранее вопросы решить. Давайте, давайте попробуем. Вот. Ну, если позволите, я хотя бы пару вопросов задам вам, которые мне писали. Конечно, с удовольствием отвечу, да. Так, как вы, как должна вести себя женщина, когда дома ее оскорбляют и унижают муж, а иногда выпивают? Ну, мы, в принципе, говорили об этом, ну, может быть, еще что-то вы дополните? Это вопрос вам был. Да, спасибо, а я тут вот как раз к этому вопросу зачитаю, вот еще один вопрос, он очень созвучен, и сразу отвечу. Можно ли мужчину наставить на путь истинный? Мы не живем вместе, он пьет, обещает бросить только тогда, когда я соглашусь жить вместе. Он очень хороший и положительный, спасибо. Хороший и положительный, но пьет, понимаете? Вот так вот тоже бывает. И как раз ваш вопрос, наверное, он идет продолжением вот этого вопроса, когда женщина понимает, что мужчина пьет, и для него это является зависимостью, да, то потом случается то, о чем сказали вы. Он начинает еще и руки распускать, потому что женщина уже здесь, под боком, уже жена, и женщине тяжело в такой, в таком случае тяжелее, да, уйти от мужчины, если отношения только начинаются. Правильно, на мой взгляд, правильной женщине, конечно, определить в первую очередь границы свои, это первое, что нужно сделать, сказать о том, что для нее это недопустимо, недопустимо, я не готова быть в таких отношениях с мужчиной. и если это повторяется, конечно, отношения нужно заканчивать, потому что это личностная проблема мужчины. Во-первых, он зависим, алкоголь – это зависимость, и ее нужно лечить. Это не просто я взял и бросил, это медицинская проблема. и это лечится с помощью комплекса специалистов, и психолог, и нарколог, и тот, кто занимается депрессией, опять-таки, медикаментозно, это психотерапевт и так далее. Поэтому нельзя быть в отношениях с мужчиной, который оскорбляет и распускает руки. Нельзя. А отвечая на вопрос, который я прочитал, если мужчина уже сейчас спьет, и вы не понимаете, что вы это не сможете принять, и что впоследствии, возможно, будет еще хуже, сначала он должен решить эту проблему, а потом можно, в принципе, уже думать о совместном проживании. Если вы спрашиваете мое мнение сразу про проживание, то я писал когда-то об этом пост, что жить с мужчиной, вот мое мнение, нужно тогда, когда у вас уже формируется семья. То есть, например, когда он сделал вам предложение, и вы понимаете, что это уже начало семьи. Либо так бывает в современном мире, например, у меня многие в связи с тем, что бизнес записан на одного, а приходится переписывать, и ситуация такая, что живут они не в браке, хотя я знаю, что церковь это характеризует как грех, и я думаю, что отец Константин меня не поддержит в этом плане, но вот я считаю так, если мы начали жить вместе, это уже семья, никуда от этого не деться, и все роли, ответственности должны быть уже с позиции семьи. Это не просто отношения, это семья. Я отвечу так на этот вопрос. Спасибо большое, благодарю. Ну, еще пока эфир еще не завершился, еще один вопрос. Как вы представляете себе будущую жену? Я просто, честно говоря, не знаю, есть ли у вас жена, но вот такой вопрос задали. Я не знаю, как ответить на вопрос, к сожалению, я не женат или к счастью, я не женат. Я до 35-36 лет, у меня не было внутренней потребности к этому, я считаю, что это мои личностные проблемы, и в 36 лет я начал прорабатывать их, я считаю, что я их решил где-то за годы, за полтора, за два. Я стремлюсь к этому, я хочу этого, я возвращаюсь к началу нашего эфира, я этого хочу, это, иду к этому, это случится, безусловно, я иду к этому осознанно. Мне сложно представить мою женщину, мою избранницу, потому что я всецело ориентируюсь на свое внутреннее чувство. Как только у меня будет чувство к женщине, я пойму, что вот оно есть, эта женщина меня цепляет, в хорошем смысле этого слова, это будет она. Конечно, у меня есть свои интересы, конечно, мне бы хотелось, чтобы она была самодостаточной с точки зрения эмоций, психологии, да, чтобы она была, реализовывала себя. Олег, 10 секунд до завершения эфира. Мы скоро вернемся в эфир. Да? 6, 5, 4, поехали. Здравствуйте, еще раз продолжаем наш эфир. Поэтому я в продолжение, чтобы не было перерыва, отвечаю на вопрос, который задали вы мне, о том, что я литеряюсь, конечно, на чувство, на влечение, когда это будет тот человек. И самое главное, что я осознал за последний год, полтора, что твоя женщина, она должна, ты должен ее принимать полностью. Вот как только внутренне, я к этому готов. и я всем рекомендую, когда вы смотрите на мужчину или на, если вы женщина смотрите на мужчину, если вы мужчина смотрите на женщину, если она, человек вас в чем-то не устраивает, это не ваш человек. Человека нужно принимать. Да, у меня есть какие-то свои ценности, какие-то свои, не знаю, увлечения и так далее, но это мои увлечения. Да, мне бы хотелось, чтобы они были созвучны, но просто нужно принять человека такой, какой он есть, опираясь на в первую очередь на свои чувства. Вот я так только могу ответить на этот вопрос, по-другому не могу, хотя раньше я, действительно у меня были какие-то определенные требования к женщинам, что вот так и так, и так, вот хочется, чтобы было так, вот так и вот это, но я вам скажу, что это только страхи, это страхи отношений. Когда вы ставите сами себе барьеры при выборе своего партнера, это только страхи. Ваша психология, ваше сознание его формирует для вас специально, чтобы вы отказались от этого человека. Работайте со своими страхами и таких проблем не будет. Самое главное в отношениях это, конечно, принятие. Принятие равняется любви. Я так считаю. У нас спрашивают, какая тема эфира, взаимоотношения мужчин и женщин. Да, взаимоотношения мужчин и женщин отец Константин отвечает на вопросы, что бывает редко в моем эфире, хотя мне тут поправили, видимо, ваши подписчики, что отец Константин каждую субботу в 9 вечера отвечает на вопросы в прямом эфире. И я всех приглашаю к отцу Константину задавать ему вопросы каждую субботу в 9 вечера. Ну, а у нас такой совместный эфир. Мы, в общем-то, делимся своим мнением. Я с позиции там светского мужчины, отец Константин с позиции священнослужителя по разным вопросам, касающимся взаимоотношений мужчин и женщин и проблем. Потому что самое... Мы все здесь и в том числе и потому, что у нас есть проблемы, мы хотим понять, решить, ответить на какие-то вопросы. И мы уже час общаемся. Я просил вас задавать вопросы, вы их задаете. И вот следующий вопрос. Мне кажется, ответ на него такой будет сразу и категоричный. Родить от женатого. А стоит ли? Мне кажется, что не стоит. Конечно, выбор ваш. Но мое мнение, что не стоит, потому что с какой стороны на эту ситуацию не посмотри, а для вас она все равно ущербна. Даже если вы хотите родить для себя, все равно она какая-то не такая. Все равно лучше встретишься. В советское время таких детей назвали внебрачных. И, к сожалению, их укоряли, как-то тыкали в школе и тому подобное. Почему? Потому что опять-таки это не норма. Родить от женатого мужчин для себя, как иногда говорят, но ты все равно надеешься на какую-то помощь этого мужчину как-то зачастую. так как минимум ребенку нужен отец. Мне кажется, что не стоит. Конечно, выбор ваш, но мое мнение, что не стоит, потому что с какой стороны на эту ситуацию не посмотри, а для вас она все равно ущербна. Даже если вы хотите родить для себя, все равно она какая-то не такая. Все равно лучше встретиться В советское время таких детей назвали внебрачных. и, к сожалению, их укоряли, как-то тыкали в школе и тому подобное. Почему? Потому что опять-таки это не норма. А родить от женатого мужчин для себя, как иногда говорят, но ты все равно надеешься на какую-то помощь этого мужчину как-то зачастую. Так как минимум ребенку нужен отец. Ну что же вы его лишаете этой возможности? Если вы хотите родить от него, чтобы он потом ушел от нее, на несчастье счастье не построишь. Поэтому нужно задуматься, а что дальше? Что дальше? Какое у вас будет? Ну если он согласился на эти условия, скажем, предать первую женщину, ну где гарантия, что он вас не предаст? То есть для него норма уже. Если я первый раз делал, и я пережил это, и я смирился там со своей совестью, я как-то ее загасил, ну что я, второй раз она меня не устраивает. Ну и третья родит, и четвертая, и двадцать пятая. Поэтому вы сами по сути ставите крест почти изначально на начале своих отношений. и самое главное ребенка подвергая, что потом он скажет, как он должен себя чувствовать потом, когда он рожден вот в такой ситуации. Отец Константин, ну вот тут только вам вопрос, не могу на него ответить я никак, а звучит он так. Отец Константин, прощение, это наше время или время Бога. Это вот я его увидел, это вопрос, я хотел на него ответить, но я вам скажу, это первый раз мне такой вопрос задают, и я даже вот думал, пока вы что-то говорите, думаю, если вдруг в своей святой спросят, что на него ответить. На самом деле, что такое время? Время – это тяжесть, а прощение – это не тяжесть, это наоборот облегчение тяжести. Знаете, святые отцы, в частности, Николай Чудотворец и же с ними, они говорят, что обида – суть беда, и беда, она по сути тебя поедает, потому что что такое обида? Это корень обиды, это гордыня. Как это со мной могли как-то так поступить? Я ведь такой или такая самая лучшая на свете. Все бабы как баба, а моя королева. Вот. Что такое прощение? Это не время. Ты простил, ты снял с себя этот камень, ты пошел к Господу, попросил прощения, что не мог, имел обиду еще. Да ты чистый, как младенье становишься, ты спокойный, ты радостный. А относительно прощения Бога или время его, нет, для него это не бремя. Господь говорит, я, говорит, кроток есть, возьмите на себя иго, то есть определенное такое, то есть крест возьмите и вслед за мной идите, потому что награда моя будет для вас велика. Поэтому прощение это удел сильных людей. Почему? Потому что вот давайте вспомним такие слова Господа. Ударили по одной щеке, подставь другую. Здесь не говорится, что ты смирялся и тебя чтобы избивали, унижали. Нет, здесь не об этом говорится. Вторая щека именно говорит о прощении. Прости человека, ибо если ты его не простишь, начнешь ему мстить или отвечать. вас там наступили, условно выражаясь, в автобусе на ногу, грязюка на улице, а вас там лабутены, условно выражаясь, и вы начинаете орать, куда ты идешь, смотришь, но чем ты лучше того человека, который с грязной обувью. Он в грязной обуви, а ты с грязным языком. Может, даже он случайно наступил, зато ты показал всю свою суть. Поэтому тут когда мы умеем прощать благоразумно, еще раз подчеркиваю, не как там какие-то мазохисты, которым нравится, когда их побивают. Есть определенное чувство собственного достоинства, когда нужно защитить, чтобы человеку не давать вознос. Сейчас он вас унижает для него, это оно, потом дальше пошел. Знаете, как убийца. Если вы не пресечите, не посадите, он дальше, он станет серийным убийцей. Вот, так и здесь. Поэтому нужно прощать безусловно, и Господь говорит, замечательно, если не простишь брата твоего, то и я тебя не прощу вовек. Какой умиришь, умиришь и тебе отмирится. каким судом судишь, и тебя будут судить. Поэтому прощение это не бремя, это удел сильных людей, духовно сильных людей. С этим я полностью согласен, что слабый человек, конечно, простить никогда не сможет, но вопрос был сложный, и даже не берусь на него отвечать. Какой вот вопрос, мужчина против общения с друзьями мужского пола, нормально ли это, надо ли принять его позицию? Не хочу скрывать такое общение, но как только узнает, приводит в ссору. Моё мнение, что, конечно, это неуверенность в мужчине. Если общение адекватное, если оно в рамках дозволенного, оно корректное, экологичное, модное слово, то моё мнение, что это ваше право, если вы хотите. И просто нужно донести до мужчины свою позицию, да, и, возможно, вы неудеете, может быть, мужчине мало вашего внимания, вашего времени, может быть, ещё по-эму вы уделяете больше времени своим друзьям, чем мужчине, так тоже бывает. Об этом тоже надо задуматься. А так, в принципе, мой ответ, что всё-таки не может один человек ограничивать другого. Неправильно это. Вы оба взрослые люди и имеете право делать то, что хотите. Моё мнение такое. Ну, не всегда мы можем делать что хотим, потому что человеку всегда мало. Мало, мало, он ненасытный. Сначала одно, потом другое. Поэтому всё равно должны быть определённые границы в каких-то поведенческих, может быть, делах. самое главное, по сути, вот, я всегда, знаете, даже не всегда была одна женщина, такая, Царствие Небесное, Любовь Данила, и вот она как-то сказала такую фразу, которую никогда я не задумался. Если позволите, я поделюсь как раз относительно семьи как будет. Она говорит, что такое счастье? Ну, думаю, ну, я понимаю, что такое счастье. Она сказала такое, которое просто вроде на поверхности, но не задумался. Счастье, это быть с частью. Счастье с мужем, с счастью с детками. Для кого-то счастье с деньгами, с счастью с любовницей, но это уже деградированное счастье. А вот, допустим, мужчина, Господь не знаешь, и Ева создал, и Адам, чтобы он был целым, чтобы он соединился с ней, стал не частью одной, а частью с ней, целым. Почему у нас такое выражение? Ищу свою половинку, да, или нашу вторую половинку. Потому что ты целый. Потому что Господь говорит, цитирую, да, со слова со священного писания, которую мы читаем во время венчания, оставит муж, то есть мужчина, отца и матерь свою, и прилепится к жене своей, он прилепится к ней, а не она к нему. И станут они два в плоть едино, единое плоть, тайна сия велика. И вот потом уже, когда они вернее, единое плотью становятся, у них рождается лялечка. Но единая плоть, они становятся не только телесно, но и духовно. Потому что даже вот выражение с полузгляда, я его понял, без слов, это о чем? То, что они единомысленники, им уже слова не нужны, они с полузгляда друг друга понимают. А даже возьмем больше, со временем муж и жена еще больше на друг друга становятся похожи. Да. Ну а это о чем, говорит, плоть едино? Я вам расскажу, если вы позволите, замечательнейший случай, показательный, вот относительно этого примера. У меня папа тоже священник, и вот в его практике был такой случай. Мужчина дорабатывал последний год на стали литейном заводе электроцинки. Его задача была, значит, ковш стали раскаленный передвигает, дергает за рычаг, сталь выливается в форму будущей детали, все. Его задача как бы, с одной стороны опасная, потому что это сталь раскаленная, но с другой стороны, ну, передвинул, там, дернул, как сделал, направил струю стали, и все. И вот, значит, после венчания происходит через месяца два такой случай, его отвлекает, то есть это первый и последний случай, когда у него какое-то вообще ЧП было. Его отвлекает, дергает раньше за рычаг, и струя стали, определенные, там, капли, что ли, там, она бьет рикошетом окрая формы этой детали и летит ему в руку, и бьет об руку, и по сути, руку должно было капитально повредить ему кость, и ему, по сути, как следствие, должны были ампутировать руку, но у него не в самой степени даже последний ожог. И вот он приходит домой, вот хотите видеть, хотите нет, я этих людей знаю, воучу, видел, вот, и он приходит домой, его супруга домохозяйка, и вот он с порога кричит, Маша, Маша, Мария зовут его супругу, Маша, да, по-русски, Маша, Маша, господь чудо сотворил мне, руку целую оставил, Маша выходит из кухни, с той же самой рукой перебинтованной, а почему он пришел, надо же в больницу везти его, у него серьезный ожог, ну, это же Россия, чтобы ЧП на производстве не было, чтобы там штрафов не платить, ему быструю медпомощь оказали, обезболивающий там сделали, и отправили, чтобы он вроде сам потом пошел в больницу, если надо будет, а мы тебе все покроем, ну, гораздо меньше все равно будет, нежели есть это на производстве, и вот он идет домой, супруга выходит из кухни, с той же самой рукой перебинтованной, и говорит, я проснулась, сумасшедшая боль, просто невыносимая, я открываю глаза, а у меня ожог на руке, а ничего нигде не горит, огня нету, а у меня ожог, я вызвала скорую, мне накололи, перевязали, как бы в больницу привезли, там прокапали меня, и вот я уже домой добралась, только недавно приехала, вот, два плоти, два свека, этих чудес я вала могу рассказать, которые уже в моей практике были, но, самое удивительное, что православному человеку не нужно чудо, знаете, вера, это такой момент, когда тебе не нужны доказательства, хотя Господь их и так дает, и много, и порой каждый день, но только нужно видеть это, вот почему значимо настолько венчание, потому что, конечно, венчание это не магизм, там, если он со временем, там, захочет, там, по греху, там, изменить, он изменит, то есть, я всегда венчание сравниваю с деточкой, да, вот Господь тебе дает деточку, а вот как ты воспитаешь, или достойным уважением, или негодяем, вором, и тому подобное, да, от безразличного своего отношения, там, бездуховного, это уже зависит от тебя, так и венчание, умножишь ты это, Господь тебе дал дару такой любви, Богом благословенной, или же ты утрачешь это, это уже зависит от тебя, ну, я немножко заговорился, нет, очень интересно, спасибо большое, вопрос, муж посещает секту евангелистов, я это не принимаю, как жить дальше, ну, дальше жить без мужа, потому что это его выбор, посещать эту секту, и скорее всего у него какие-то проблемы, да, не просто так люди идут в такие места, психологические проблемы, и, конечно, можно попытаться помочь ему, с точки зрения, направить, поговорить, направить, но не думаю, что это поможет. Это очень тяжело, поверьте, вот, может быть, грубовато будет звучать, но это зомби, им, вот, сто процентов, раскладываешь по полочке, в чем они неправы, это вот сто процентов, они понимают, что они неправы, но они с этим не соглашаются, ну, просто, просто логика, да, им спрашиваешь, Иисус Христос, Бог, вернее, Сын Божий, Сын Божий, да, это Бог? Нет, ну, как, как нет, вот у меня рождается Сын, он человек? Человек, вот, по вашей логике, он не человек, то есть, элементарные вещи, которым ты им говоришь, они, как зомби, нет, вы не правы, вы заблуждаетесь, а если мы конкретно берем свидетелей Говы, да, если вот, девушка говорит, ходит евангелистов, да, если это свидетели Говы, то сегодня уже свидетели Говы запрещены в России за экстремическую деятельность, которая официально обнародована, поэтому задумайтесь, ну, можно там много что сказать, не дай Боже, что с вашим, с ребенком, он вам может запретить переливание крови ему делать, потому что они считают, что душа в крови находится, и ваш ребенок по его вине может погибнуть, в том числе, то есть, тут много что можно сказать, но у нас эфир не о сектах, слава Богу, а о семье и взаимоотношениях, да, согласен, молитесь, я вот, я подчеркну, подведу, молитесь о его в разумлении, если все-таки вы хотите быть с ним, но если вы видите, что он себя губит, и вас начинает тащить, тут уже у вас свобода выбора, вас насиловать никто не имеет права, вам Бог дал свободу выбора, и тем более человек ее не может забирать. Вопрос. Мужчина-протестант, я православный, я жил три года, предложение не делал, ушла от него, говорит, что готов возобновить, если стану частью его общины. Изменится? Спрашивает Анастасия. Не знаю, в чем он в сути изменений, но мне кажется, что невозможно. Он просит, чтобы вы полюбили, ну, он готов вас любить за какие-то действия. Так не бывает. Любить нужно не за что-то, а просто так. Нельзя ставить условия, тем более менять веру и так далее. Если вы сами этого хотите, ну, вы можете об этом задуматься. Если вас принуждают уставить неким условиям, мне кажется, это неправильно. Докажи, что ты меня любишь. Причем, мужчине докажи. У нас, я же говорю, мы как-то деградировали. Раньше мужчина доказывал, скажем так. Почему, понимаете, вот с чем суть, да, вот в этом моменте мы видим сегодняшнюю болезненность, да, не мужчина добивается женщины, не мужчина доказывает, что он глава семьи, что он дружный муж, будет достойный отец, а женщина что-то должна доказывать. С одной стороны, почему? Потому что, если мы копнем глубже, то чаще всего в воспитании участвуют, особенно сегодня, женщины или в нянечке, но за редкое исключение мужья. И когда мы воспитываем только женским началом, но мы с кем, ну кто вырастает? Ну тут и вырастает. Или маменькин сынок, или вы ищете мужчин, так вы сами маменькин сыноков воспитываете. Когда в песочнице происходит ситуация, там у вашего ребенка, мальчик, к примеру, забрал там лопатку и там собочек, горшочек, что вы там можете забрать, да, а мама кричит, а дай ему ничего, не плачь, я тебе новый куплю. Папа говорит, он мужчина, он решает вопрос сейчас и сразу. Дай ему в глаз и забери свой горшок, он твой горшок. Мама говорит, да что ты его грубо воспитываешь? Да он воспитывает, в первую очередь, быть мужчиной, чтобы его было его. Но в идеале, конечно, если оба не будут в крайности впадать, а скажут, ну хочет поиграться, пусть поиграется, возьми его собочек, да, когда они взаимопонимание воспитывают, они каждый тянет на себя. Одна тютью-матютью воспитывает, а другой воспитывает гипер-мужика. Я бы сказал бы, даже не мужика, а какого-то... Ладно, не буду. Ну вы поняли, да, что это человек с девятым поведением. В последнее он будет всегда так проявлять себя. Скажите, пожалуйста, вопрос. Вот 17 лет назад была связь женатый мужчина, сейчас замужем 3 года, возможно ли ему миранг? Я считаю, что вам не надо об этом думать. Я думаю, что вам нужно думать о том, как-то свою семью сделать счастливой, потому что если чем больше вы будете думать про бумеранги, больше вы будете загонять себя в такое нервозное состояние. Не нужно. Не думайте об этом, думайте о хорошем. Что скажешь? Да, я с вашего позволения, Олег, дополню. Поскольку человек об этом думает, значит, его совесть укоряет в этом. Не только за то, что боится человек, что к нему это вернется, а в том числе, что душа чувствует грех, и она ее укоряет. То есть грех укоряет душу. Что в этом моменте? Нужно пойти в храм, если вы православная, христианка, покаяться в этом грехе, сказать на исповеди «Прости, милосердный Господи, я согрешила, оступилась». Не оправдывать себя, что вы одиноки были, что что-то у вас не так было. А самооправдание – это уже не покаяние, а покаяться, что вот я согрешила, прости, милосердный Господи, и также прости, милосердный Господь, меня в маловерии, что я не верю в то, что ты сделал, как лучше для моей души, а я сомневаюсь, что у меня будет все хорошо. Вот, поэтому покаяться, достойно подготовиться и причаститься. А Господь, милосердно, в виде вашей искренней достойного покаяния, управит на самом деле лучше, чем вы того хотите. Спасибо. Вопрос. Если мужчина любит девушку, он примет ее нездоровой? Мое мнение, что да. Мое мнение, что примет, потому что любовь – это такая история, ты не смотришь на какие-то условия, ты просто любишь и все. Да, безусловно. У всех есть внутренний конфликт, способ разрешения, у каждого слова вопрос, бывает ли у вас внутренние конфликты, как вы решаете их, будучи служителем церкви? Вам вопрос хотел сказать. Ну, тут бы немножко понять, о чем речь идет, о каких конфликтах. То ли я не могу принять какое-то правильное решение, то ли о чем речь, вот уточниться, что такое, как человек понимает внутренний конфликт. Ну, надо только гадать. Да, потому что тут, знаете, немножко раздвоение личности. Ты как, отец, думаешь? Да, я вот так думаю. Поэтому тут раздвоение личности я не страдаю. Давайте так я попробую ответить. Если я в чем-то сомневаюсь, я молюсь. В первую очередь, я прошу, чтобы Господь меня вразумил, как мне правильно поступить. Поскольку моего личного опыта не всегда жизни нахватает, я советуюсь со своим духовником и советуюсь со своим папой, у которого тоже большой опыт. И для меня он определенный, безусловно, авторитет. То есть, если мне своих мозгов не хватает, я также советуюсь с ними. Это первый момент. Второй момент. Внутренний конфликт, это внутреннее разотражение, это какие-то комплексы и тому подобное. Может быть. Опять-таки, я смотрю, откуда корень. Давайте просто, если определенная цепочка грехов, один грех вырастает из другого. Если человек грешит сильно чревоугодием, объедением, то следующий грех – это блудодеяние. То есть, его плоть насыщена, она хочет еще больше. Она, по сути, чревоугодие – это в том числе и винопитие, не только объедение. То, хоть он выпил, ему хочется, к примеру, женщину, то есть, дальше, дальше, дальше. Женщина ему отказала, у него другой грех появляется – печаль. Печалью не справился, появляется уныние. То есть, и дальше, и дальше. Поэтому надо осмотреть, от чего этот грех пришел, от чего произошел внутренний, как вы говорите, конфликт. Искать корень и уже его молитвой, покаянием выкорчевывать. Если это уже психологическая какая-то травма, тут уже должен психолог, психиатр. То есть, каждый должен заниматься своим делом. Потому что батюшка, он может быть с одной стороны духовно образованный, но может быть, хорошо что-то сказать, но он может не всегда быть хорошим психоаналитиком или психологом. Как минимум... Ну, давайте так. Я многих вещей не знал, пока пятое образование свое не получил. Социальный передагог психолог. И вот когда получал я это образование, я прочел замечательную книгу, всем рекомендую, кто не читал, «Возрастная психология». Классная книга, когда ты вот читаешь вот в этом возрасте так. Какие плюсы и минусы, что какая... То есть, знаете, как для каждого человека определенный сценарий, что может быть... И ты сможешь, да, вот у моей дочери так было, а вот так я выходил, а вот здесь написано. То есть, возрастная психология. То есть, опять-таки, я и не прочел бы, если бы не получал этого образования. И не был бы мой буквалифицирован в каких-то вещах, да. Поэтому какие-то вещи надо читать. Но, опять-таки, главное, чтобы они душу не повреждали. Потому что не все полезно. Прогласен. Вот вам и вопрос. Отец Константин. Православные христиане, живя в гражданском браке, грешат? Ну, на мой взгляд, грешат. Что мы называем гражданским браком? Если блудность сожительства... Это сожительство, да. Да, это грех. А если это узаконенный, как минимум, государственный брак, церковь уважает такой брак. Конечно, это не венчанно, это, скажем так, неблагословенный Богом. Но, как минимум, это уже законный брак. Такой брак можно уважать. Вот. Поэтому... Вы знаете, я вам скажу честно, у меня, наверное, года два назад был такой случай, когда я повенчал, а дедушке было 92 и 90. Вы знаете, я вот сейчас рассказываю об этом, вспоминая их лица. Это для меня был такой удивительный пример, когда они смотрели на друг друга с такой искренне чистой любовью. И как он к ней обращался? Голубушка моя, может, ты присядешь? Он сам с костылем стоит, он может, ты присядешь? Я смотрел на это, у меня слезы наворачивались, думаю, ведь есть. И может, и у тебя такое быть. Но сможешь ли ты этого достичь? Зависит от тебя. Да, безусловно, только от тебя. И прожили они в браке 60... Нет, больше 60 лет. Я сейчас точно не скажу, но больше 60 лет. Ну, что сказать, что они были в блуде? Они детей родили, они любили друг друга, они войну пережили вместе. Она его дождалась, и там целая история, может, даже как-нибудь эфир посвящу, как их Господь вот так вот водил, там бобили роту, она потом перевязывала военных, которые не знали, что он в этой роте, потом хотели ее медчасть обстрелять, они пришли там по рации. Ну, там целая история, как вот так Господь их водил, они не могли пересечься, и в самом конце в госпитале пересекли Сёпа, ее ранило, и его... Это вообще сценарий для фильма. Это я слушал, я вообще удивлялся, насколько пути Господь неисповедимы. Вот, поэтому... Отец Константин, мы с вами уже полтора часа в эфире, я предлагаю... Вот я, знаете, что хочу? Я хочу вам зачитать комментарий. Спасибо вам, Олег, отец Константин, за прекрасный эфир, что не ответ, то созвучит с моей душой. Я удивлен, что отец Константин, как представитель церкви, так гуманно и открыто обсуждает вопросы. Большой комплимент. И от меня тоже, потому что это ваш проект, то, что вы так активно выходите в прямые эфиры, общаетесь влайм, это, конечно, очень здорово. Я единственное... Я благодарю за вас за доброе слово. Единственное, что... Знаете, чем чуть-чуть расстроен? Получается, что это мой эфир, а не наш совместный, в большей степени. Нет, ну, понимаете, вот я... Мы же... Я даже некоторые вопросы пропускал, те, на которые, ну, такие, более простые, потому что, конечно, вроде как мы, говорят, что вы у меня будете в гостях, на самом деле я у вас, но, конечно, моим подписчикам интереснее слушать вас, потому что меня они слышат каждую неделю, так же, как и вас ваши. Ну, вы же простите, что я вам, может быть, не дал больше отвечать. Нет, нет, нет. Я с большим удовольствием слушаю. Ответственность на тему. Спасибо вам. Мне искренне было интересно. Свои вопросы я задал в самом начале, которые меня волнуют, получил на них ответы. Более того, я с ними согласен. И мне ваша позиция очень близка. Не всегда я согласен с представителями церкви, честно вам скажу, потому что они тоже бывают разные. Я тоже не всегда. Да, но вот с вами прямо вот искренне, всей душой. Спасибо, Господу Олегу. Я благодарю, что вы нашли время. У нас так не все складывалось, как не все сразу получалось. Но я благодарю Господа, что вот так управил. И дай Бог вам доброго здравия, душевно телесно, что все-таки мы сделали этот эфир, у вас нашлось время. Вот. Я надеюсь, что этот эфир не последний. Может, когда-то мы его еще повторим. Да. Вот. А в конце, не, не в конце, в марте, в марте у меня сессия, я поступил, шестое образование, получаю, в Петербургской духовной академии. Вот. Может быть, мы с вами в Питере пересечемся в марте. С большим удовольствием, обязательно. Искренне, с большим удовольствием встречу с вами в Петербурге. Обязательно. Знаете, кому еще спасибо хочу сказать. Знаете, вот, пути Господни неисповедимы. Если бы не мое любопытство, скажем так, вот, к развитию, в том числе, с Инстаграма, я бы не подписался на Елену Никольшину. И не узнал бы вас. Поэтому, вы знаете, не зря есть такое замечательное выражение. Это для тех, сейчас я скажу, у кого, может быть, сейчас какие-то проблемы. Нам нужно держаться. Потому что многие держатся за нас. И в том числе, тех, кого мы еще не знаем. Поэтому, не торопитесь какими-то поспешными выводами. Подождите. И Господь управит так, как лучше будет для души. Поэтому, еще раз вас благодарю, дорогой Олег, за этот эфир. Надеюсь, у вас сегодня полмиллиона подписчиков в следующем году будет три миллиона. Спасибо, отец Константин. Благодарю вас тоже за этот эфир. Мне было очень приятно его провести, познакомиться с вами. Хранить вас, Господи. Спасибо, господи. Подписывайтесь, мои дорогие подписчики, кто сейчас с меня смотрит на Олега и не пожалеете. Очень много правильного, хорошего говорит. И всегда так добродушно завершает ответ как-то так. Да, я своим подписчикам рекомендую подписаться на отца Константина. Я вижу, многие уже это сделали. Я думаю, что большая мудрость, большое слово отец Константин несет и делает это постоянно. Мне было очень приятно провести послушать и послушать. Спасибо, Господи. Вам лайк, Олег, ну и, конечно, всем Божьей помощи на все ваши добрые начинания. Любви, здоровья, храни вас, Господи. Всего доброго. Всем всего доброго. Прощаемся. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok